Приветствую вас. Вы знаете, ситуация, которую вы описываете, конечно, весьма и весьма неоднозначна. С одной стороны, молодой человек поступает по отношению к вам откровенно, не красиво. И, в общем-то, в этой ситуации вас можно поддержать и сказать, что да, действительно, как бы вы рассчитывали и не получили того, на что рассчитывали, что... Что-то нехорошо. Нехорошо для вас. Но, с другой стороны, вы забываете немного о том, что молодой человек вам лично, например, ничего не должен. То есть, это его право и выбор вам помогать или не помогать, в зависимости от того, хочет ли он этого или нет. Понимаете? Поэтому тут всё не совсем однозначно в этом плане. Также вы перекладываете ответственность на молодого человека за свои проблемы. Да, конечно, он мог бы их решить, безусловно, он мог бы вам помочь. И, наверное, даже он должен был бы вам помочь. Но он этого не сделал. Он вам не помог. И требовать от него помощи, на мой взгляд, является не совсем корректным решением. Потому что ничего хорошего из того, что вы будете ожидать помощи от людей, нет. Молодой человек, конечно, он мог бы вам пообещать помощь, да. Например, в одном настроении. А когда вы обратились к нему за реальной помощью, у него было другое настроение. Люди, к сожалению, находятся в разном настроении. И именно поэтому, возможно, вам не стоило бы 100% надеяться на человека. А стоит надеяться на себя. Но почему вы этого не делаете? Вопрос. То есть почему вы не ориентируетесь на себя? Что вам мешает? То есть вы говорите, что у вас работа, у которой ехала крыша, но вам нечем платить за учёбу. То есть здесь вероятно есть у вас трудности, например, с личными границами. То есть вы не рассчитываете свои силы адекватным образом. То есть вы не рассчитываете свои силы адекватным образом. И из-за этого имеются проблемы. Ну ладно. Опять же, можно и нужно этому научить. Если хотите, хотите, конечно. Вы пишите, что помогите выбраться из болота, но... О каком болоте речь идёт? Вот. Не совсем, не совсем... Понятно. И какой помощи вы ожидаете от нас? Тоже не совсем до нас. То есть если разобраться в себе, то да, можно и нужно. Вот. А разбираться в себе, в себе вам, это правда. Вот. Если там, значит, вы пытаетесь понять другого человека, то это бесполезно, Юля. Потому что другой человек сам может не знать, что он делает, для чего и почему, и как вообще это всё воспринимать. Вот. Так что... Тут, действительно, мы, блядь, тоже нужно смотреть. Но все эти ситуации нужно так, что вы с мужчиной находитесь по факту на разных волнах. И всё. Я думаю. То есть этого... Более чем достаточно. Вот. Просто вот сейчас нужно разобрать так, что вы находитесь с человеком на разных волнах. Вот. И... Всё. Это... Это... Единственное, что... Вам... Вам... Необходимо... Для... Себя, наверное... Поня... Ну... Определить... Сейчас. Вот. Это... То, что... Я могу вам... Сказать. Это всё. Я надеюсь, что... Помог вам. А... Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что... Ситуация разрешится самым лучшим образом для вас и для вашего мужчины. Круто. Я надеюсь. деритесь. Продолжение следует...